Чё у тебя? Всё нормально? Да, нет, да, это... Уедем? Десятого? Ну, перед концом поста, короче В воскресенье-то будет десятое? А, ну, значит, да, в воскресенье Ну, или в понедельник следующий Ну, короче, неделю будем полностью Это точно А если чё, ты можешь там с кем-то уехать? Там много будет больших Вон, с верхней палочкой будет Чё, я нафах потеряю? Со мной Тараси и нафа едут Может быть, Людмила Степанова Людмила Степанова, вы чё, рассматриваете? А едете со мной? С нами А ты когда едешь? Я еду авторник А чё делать там? Ага, интересно Я езжаю Я езжаю Я езжаю Я езжаю Я езжаю Змила Степанова Ага, сейчас Мне, мне за тазик Всё, да, 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 сейчас Без дачи Без дачи Погоди, да, да, да Ну, так Погоди, да Я скажу Погоди Спасибо. 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 Благослови наше собрание в этот воскресный день. Научи нас быть в единомыслии, Господи, любить как должно друг друга и любить Тебя как должно. И исполнить все, что Ты заповедал, дабы обрести вечную жизнь, дарованную Тобой на кресте. Слава Тебе, восславаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Аминь. Я рождену тебя. Батюшка сейчас уйдет. А где Тарасит? Батюшка пока освещает, я несколько слов о сегодняшней проповеди, которую только что Батюшка прочитал. Ну, опять, о юродивых, там Батюшка упомянул. Юродивые, да? Вот он сделал так, что оставлял какой-то изъян, чтобы получить побои и потом награду за это. Мы знаем, что всякое дело нужно делать как для Бога. Вот ты как сделал его, как для Бога. А кто-то, ведь сатана, он мудрый, он найдет изъян, даже в том, когда ты сделаешь все, как ты мог только сделать. И даже выше того. И он настроит людей так против тебя, что ты сделанная тобой отлично, будет признана каким-то плохим. И получишь поругание еще какое-то. Вот тогда тебе будет заслуга пред Богом. Потому что ты сделал все, как можно. А не так, как он, во-первых, смутил человека, он соблазнил его. И за это еще должен получить какую-то награду. Он ждет награду какую-то, чтобы его побили. Разозлило дело. Это же просто, ну, это совершенно не евангельское. Огорчился. Да, блядь. Я тоже удивилась. Кого побили? Я думаю, что... Ну, то есть, надо, вот, все, что... Который шум и плохо сшил, его побили, а он думает, что награды на небесах быть. В житиях святых мы видим такие казусы, которые совершенно не состыкуются со Словом Божиим. У них не было евангелия. Так вот такая у меня мысль возникла. Я хотел ее и поделиться. О болящих Татьяна Кузьминична уже убежала. Перед собой здесь. Здесь она. Мы все остались. Остаются все в силе, вроде, ну, те же все у нас. Таких нету, что вот сейчас прямо вот только заболел и как бы... Новых нет. Ну, я сказала тебе. Новые, среди новых я могу помянуть Володю Олейникову. Вчера было, сегодня я ему позвонил. Чего это тебя не видно? Там скорби-то. Уже время, скоро скорби-то начнется, ты меня заболел. Почему? Там температура... Хотела всем вам передать. Вчера звонила Раиса Малюкина. Всем поклон низкий передает. Все. Нормально родились там все. Они там не общаются между собой? Ну, звонят только еще не была она у них, потому что они переезжали. Витя с Иоанной переехали там, новую квартиру не дали. Ну, расширились более. Ну, все вроде бы так. Еще можно? Я говорю, что... Так, мамы тоже поклон из Красноярска. Просили помолиться. У нее продолжается там все это. Боли, ну, была в больнице, там, посмотрели, сказали, надо продолжать химические таблетки петь, невзирая ни на что. Ну, там, обезболивать себя и так далее. То есть, у нее точнее определилась там, это опухоль в мышце. Тазобедренная мышца вниз самой, ближе к паху. И в самой мышце возникла вот эта опухоль. И вот, и вот это, вот такие вот боли у нее. Поэтому и тянет, и все, и спину тянет, и вот эту вот нижнюю ногу, короче говоря, непонятно. Вот такие бывают всякие болячки. Боже всего, много. Помоги Господу. Ну, храм Божий ходит, поскольку, во сколько, возможно, там, ну, там, где, говорит, присяду, где постою. Робе Божьей Надежде, моей жене, прошу помолиться. У нее были две операции, вы уже знаете, да, на стопах отпередней отделы. Стоп. Но, кроме того, еще в коленном суставе, там-то, ворсеберцовая кость и бедренная кость. Там очаги некроза. В общем, там такая ситуация. Речь идет о возможной замене сустава. Но пока пытаемся обойтись с консервативными метрами лечения. ЛФК, лечебная физкультура. Кстати, всем, у кого есть больные суставы, есть такой сайт. 3W точка Евдокименко. Евдокименко. Да, точка РУ. Вот. Очень толковый. Он ревматолог, но занимается вот именно патологией суставов. Кроме того, что, ну, как бы, вот, ортопедическая такая помощь. Он дает конкретно, для конкретного сустава, конкретные упражнения. И показывает это, как делать нужно. И рассказывает, что можно делать, какое лечение можно применять. Вот. Эффективно. И он, у него консультацию, он живет в Москве. Консультацию дорогие, конечно, но... Это вот бесплатно. Можно взять это из интернета. Так что, возьмите это на вооружение. Жена у меня сейчас занимается этим методом лечения. Можно вопрос? ЛФК и... Суставом, скажите, Виктор Андреевич, а если меняешь сустав, любой там, на коленах, на забедренных, у него есть какой-то срок годности, после чего его нужно снова менять? Я иду болящих посещать, поэтому... Ко мне какие вопросы есть? Вопросы каких они? Через воскресенье. Это воскресенье наступающее, у нас будет крещение там. Потеряющие. Потом это будет, что у нас будет? Седьмого? Да. Значит, 13-14-го. После Петра и Павла. После Петра и Павла, да? Да, после Петра и Павла. Вы назад вернете? А? Назад вернетесь? Назад вернетесь? Да, вернусь. Если угодно будет Господу, и все благополучно, то вернусь. Ну вот, не забудьте к Василию. Кто сегодня говорит, ибо не знаете, в который час... Не знаете, в который час приедет Сын Человеческий? Да. Так слышали от Сына? Да. Так вот всегда должны быть готовы. Конечно. Какой час? А то мы взяли, а я вот еще сделаю то-то, то-то. Как Бог даст. Конечно. Сделаешь или не сделаешь что-то. Потом же не знаем, в который час придет Сын Человека. А для нас приход Сына Человеческий, это... Смерть. Смерть пришла. Все. Книга закрылась, только откроется уже на суде. Что успели записать, то там будет. Вот так. Ко мне какие вопросы еще? Быстро. Никаких. По суставам. Суставы болят по разным причинам. Суставы болят по наследственным признакам, то есть по наследственным, передаются по наследству. Бывают воспалительные процессы, то есть артриты, так называемые, ревматические поражения. Бывают артрозы, артриты, связанные с возрастными изменениями, дегеративными изменениями. От образа питания, от образа жизни. А это не единственное. Это может быть и по разным причинам в том числе. Значит, он дает такую рекомендацию. Не спешите заменять суставы. Как минимум попробуйте вы вот это ЛФК, вот эту лечебную физкультуру и консервативное лечение хотя бы полгода. Если нет, да. Ну, конечно, там, если третья, четвертая стадия, там уже вот, все, уже там стерлись все хрящи суставные. Когда уже кость в кость там вырастает почти, обездвижен сустав, там четвертая стадия уже чуть не сделаешь. Ну, первая, вторая стадия, это вполне можно еще вернуть на лучшее состояние суставов, однозначно. Поэтому, вот, возьмите это на вооружение, потому что это, я считаю, что это эффективно. Что касается, какой срок годности этого сустава, ну, это зависит от качества, конечно, сустава, от качества оперативного вмешательства и от качества самой ткани костной, которые вот, в которую уже ввели этот сустав, коленный сустав. Вот же часть этого сустава в бедренную кость и в малоберцовую, то есть в большоберцовую кость. Какая там структура ткани, если ее, она рыхлая, может повториться, разрушиться там. А сам сустав, он, конечно, слушает долго. Искусственный сустав. Да, брат? Итак, идут апостолы, их 12 апостолов. Господь набрал столько. Ну, и написано, все просто так написано. В Евангелии же все просто пишется. И я хочу сказать, что, слава Богу, что так пишется. Сейчас многие говорят, вот там Игнат Тихонович снимает то-то, то-то. Он там интересно снимает всякое. И действительно, там то крота, как он там поймал, то там, как они там сваи заколачивают, то как шкурят их эти сваи. И так, правда, посмотришь и подумаешь, а зачем это все? Ну, сваи-то шкурить. Ну, ясно, любой может сваи шкурить, верующий, неверующий. Но дело все в том, что это такая память остается. И человек, если он будет постоянно до конца смотреть вот эти ролики все, он поймет, что что-то здесь не так. Вот я точно так уверовал в Слово Божие. Я читал Библию неоднократно. Мне сразу она понравилась, книга очень сильно. Первый раз я читал ее очень долго. Почему? Я все книги, которые мне нравятся, всегда читаю с размышлением. Прочитаю немного, потом отложу, начинаю представлять воображение. Вот интересно мне. Допустим, я так Робинзона Круза читал. И Библия. Я сразу понял, что в Библии необыкновенно. На первом стихе остановился уже. Я прочитал и я поразился. Думаю, у меня такие знания, астрономии, истории, географии. И тут такие простые слова, они просто поражают, как это до глубины. Тем более, что я еще геолог, я геологию знаю. И вот это тьма над бездной, хаос этот, то, что мы проходили в занятиях в институте. Я думаю, какая глубокая книга. Я вот так постепенно ее читал. Тут то же самое, надо вникать постепенно. Вот к нам новые люди приходят. Они просто приходят по своему разумению. Они ничего не читали, ничего не знают. То есть вообще ничего не знают. И вообще ничего. Немножко, может, где-то заглянули. А потом у них свое какое-то мнение. И дальше ничего не смотрят. А многие люди, которые приезжают к нам креститься. Они говорят, мы прям живем в вашем сайте. Понимаете? А ведь мы во всем этом находимся. Во всем этом. Понимаете, почему это важно? Вот эти вот мелочи. И вот теперь идут апостолы. И подходит, ну, а как Господь их привел? Как к себе? Написано, вот сейчас читаю. Проходит мимо, и они подчиняют сети. И он говорит, пойдемте со мной. И они бросают сети. И проповеди такие. Вот, он только подошел, они все бросили и пошли за ним. Да? Давайте изучать историю евангельскую. Как они это все бросили? Во-первых, кто они? Они знакомые были Петра? Знакомые Петра? Ну, конечно, он же рыбак был. И они тоже были. Яков и Иоанн. То же самое. Они были рыбаки. Они были знакомые. Они были друзья. Вот в чем дело. А мы знаем, как Петр пришел к Господу. Как пришел Петр к Господу? Господь идет. Вот идет. А Иоанн Креститель говорит проповедь. И он просто идет. И тут куча народу стоит. И он показывает, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Ну, представьте, сейчас кто-то проходил мимо тут. И вдруг кто-то указал. Виктор Андреевич сказал. Поглядите, это наш Спаситель. Это что? Ну, какие у вас были мысли первые? Что вы ждете Мессию? Ну, что-то с головой не дружит, наверное, человек. Как тут Спаситель вдруг появился? И поэтому, он говорит, не Спаситель, а Агнец Божий. Люди там, кто как, о чем подумал, непонятно. Ну, двое задумались и пошли за ним. Один из них Иоанн, а другой, кто первозванный? Андрей. И написано, как они пошли. Подошли к нему. А вы что? А мы за тобой идем. Нам указал Иоанн Креститель. Мы верим, что он пророк. Он что, просто так будет руками махать? А там еще были тысячи народу. Никто не пошел. А они двое пошли. Начинаем задумываться. Так это он подошел и сказал, идите за мной. Так до этого уже Иоанн сам к нему ушел. Но не было того разговора еще. Иди за мной. А у нас много тут разговоров происходит. Но никто не идет за Христом. Почему? За вами же надо идти. Вы что, выше меня? Я гордый. Ты кто такой? Я уже шесть лет хожу в храм, а ты тут это, мне сидишь. Тебя кто за мной поставил? Верующий, а не верующий? Тут рассказывают. Все понятно. Иди дальше в этот храм. Это такое научение. А Господь так научил их, что они другим рассказывали. И люди верили сразу. Почему? Как Нафанаила призвали? Вспомните? Пришел к нему и рассказывает ему. Вот так и так появился он. Да может ли что из Ифлеема быть доброго? А ты сходи, посмотри сам. Он такой настойчивый. Да ладно, я пойду, я знаю Священное Писание. Сейчас как приду, и Господь говорит, ты еще под Смоковницей был? Я уже знаю о тебе все. И он, а Господи, ты Господь, пророк. Ну то есть самое высшее существо, которое только есть на земле. Сразу все упал на колени. Почему? Он знает Священное Писание. Они знают Священное Писание. Они боятся Бога. Они хотят спасения Израилю. И себе, и своей душе. И своим близким. Вот какое было призвание это. А не так, что ну идемте. И все. Ой, как? Вот так и нужно. Все бросите. Вперед за Христом. Ты Евангелие сначала узнай. А потом вперед за Христом. А то ничего не знают, уже начинается. И тут же. И вокруг такая атмосфера. Разговариваешь с ними, как будто небо дрожит. Вот так. Я разговариваю, я чувствую, и мне не надо вообще этого разговора. Зачем? Зачем? И вроде человек, я не лицемерю, так нормально с тобой разговариваю. А я чувствую прям накаленное. Не накаленное, а вот так вот прям дрожь идет аж. Я думаю, зачем мне это все надо? Ну зачем тебе, Игорь, это надо? Чего ты лезешь сюда? Ну как? Я думаю, что человек верующий, ему надо веровать во Христа. Человек полностью не хочет идти ко Христу. Не хочет. Ему не надо ничего этого. И приходится, какая-то ругань начинается с батюшкой тут, со всеми. Знаете, это все-таки нужно бодрствовать над собой и Слово Божие знать. Знать и вникать в него. Вот златоуз же вникает в него. Почему мы не должны вникать? Однозначно. Слава Христу. Айлуйя. Благодарю Господу. Слава Христу. Рад. Напоминание о том, что нужно бодрствовать. Варюшка нам тоже постоянно говорит об этом. Бодрствовать нужно. Нудить себя, заставлять нужно. А, да, еще я хотел сказать. Значит, я еду по Теряевку во вторник, утром выезжаем. Значит, звал с собой Нестора сразу. Думал, Нестор поедет. Ну, Тарасия сначала, потом Нестора. Тарасий едет со мной. И Енафа едет. Алена Ваенна. Я не вижу, Енафа-то где? Нестор с чем-нибудь. На улицу вышка. Енафа. Еще, говорят, Фрося может поедет. На время же, на три дня. Еще, может, Фрося поедет. Он огородом занимается. Может, Фрося позанимается, а ты поедешь? Нет, ну, мне лично все равно. Пускай Фрося едет еще. Ну, то есть, место есть там у меня, так что я возьму. А ты с какой цели будешь? Я с целью накречения, во-первых. Ну, и вообще побить, с какой целью. С целью молитвенной поддержки Иерусалима и всего мира. Вот такая цель. Так что. Так, там у нас будет, значит, крещение. На крещении будут креститься, вот, у нас Алена хочет из тех, кого мы хорошо знаем. Вот Алена. Она, наверное, крестит ее на переимене. Имя у тебя другое уже будет. Елена? Да, ну, Елена. Ну, и еще двое, вот, семья у нас тут была, это Андрей и Валерия. Вот сейчас я про них как раз рассказывал, ну, про Андрея. Не получилось никакого разговора, в общем, люди погружены в московскую патриархию. Мне община ничего не нужна. Поэтому, ну, вот так вот молитесь за людей, чтобы Господь вразумил, дал понятие искренной веры во Христа. Понятие, что такое община. И чтобы люди хотя бы читали то, что есть, а не просто своими умозаключениями. Ну, я думаю, это не свои, а то, что приобретаются в храмах, которые там... Ну, каждый, едем за зданием, как было написано на воротах концлагерей. Ну, да. Каждому свое, то есть, в переводе. Ну, как туда. Каждый желает пройти свою дорогу. Через свои шишки, через свои потери, болячки. А опыт других, он, ну, как-то вот не очень. Нет, я, можно еще, можно уже по этому вопросу. Вы знаете, я как-то тоже, ну, вот Алена вот сейчас у нас, да, пришла. Ну, мы встретились, ну, вот, ну, месяц, допустим, какая-то информация, так, с ней общение такое. Ну, понравился, добрый человек, хороший. Ну, я да вообще, вот если я поручитель, то я вообще, я, ну, как сказать, не знаю, прочитала ли она Евангелие. Я не беседовала, не ходила домой, как раньше. И мы ходили-то на занятия, мы изучали, Слово Божие. Оно у нас было, так у нас и то. Это год-то минималка, что мы ходили, допустим, пришедшие с мира, случайно сходившие в храм. И случайно попавшие в общину еще. Да, и попавшие. И мне даже вот это вот странно, вот такая ситуация, вот такая, как бы она очень перескакивает, все. И люди, как бы им надо только полное погружение, а дальше там хоть не расцветая, в общину это вообще не нужно им. И я вот считаю, что вот как-то мне вот как-то это самое, вот мне понравилось. Алена мне понравилась, она мне, ну, понравилось, у нее прям такое это, ну, я не знаю, как она знает Слово Божие, как она, ну, как сказать. Да, это легко принять. Сидите, пообщайтесь. Ну, пообщайся, да, еще неделя пообщаюсь, познавайся. Сделать добро, извините, сделать добро легко, вот что хочет Людмила Степановна сказать. То есть человек хочет креститься. А давайте, ну, давайте, ну, пускай крестится, добро сделаем. Радостный будет человек, но мы-то знаем дальше, что будет. Да. Не просто надо креститься, а сначала веровать, а потом креститься. А это рождение от воды и духа называется, от воды и духа. То есть не просто погрузиться в воду, а то мы хотим родиться свыше. И только я начинаю понимать, когда мне он прямо говорит, мы погрузимся и родимся свыше. Никогда не родимся. Тогда вообще человек, где вера-то тут вообще, о чем речь-то идет? Они думают, они погрузятся, фетиш такой, и свыше вот они, рождение. Станет просто мокрый грешник. Сейчас сухой ходит. Но он ожидает сошествия духа именно в момент крещения. Ну да, вот какой он ожидает, что. А покаяния нет, то есть о благодати обращающей, призывающей, обращающей, нету никакого понятия. Сразу дайте нам, дайте. Только человеку веровавший идет на крещение. Некоторые люди святые, они всю жизнь прожили и не крестились. Они жизнь прожили, уже в середине жизни были. Они не крещеные были. Важность-то вера. Златоустый след крестился. Да. А тут пришли, покрестили, а вообще это как-то брак, ну зачем это делать-то? Это все, я думаю, сеять, это не очень неправильно, скоропостижное вот эти... Поезжайте на крещение и выскажите это все там. Ну вот же, наверное, еще надо играться-то, или же не могу. Этого не будет. Так, в закону для городского совета, я думаю, он просто не придет на все. Ну вот сейчас же никто не пришел, вот нет уже, Андрей. Я говорю, а почему вы на занятия не ходите, ни на скайп не выходите, вы к Сергею Павловичу? Почему? А нам зачем это нужно? Нам надо родиться свыше, все, а это хоть зачем вам нужно? Вы кто такие, чтобы нас судить? Раз я допускаю, значит... Ну я слышала это все, постоянно это знаю. Тихо, тихо. Увидим, вот все. Я хочу сказать, вот, последнее слово о крещаемых. Все-таки батюшка принимает. Нам однажды говорила, да не однажды, Игнатий Тихонович, что церковно-приходской совет несет рекомендательный характер. А дальше, возможно, батюшке было что-то открыто, или будет что-то открыто. По каким причинам у некоторых людей были такие случаи, когда церковно-приходской совет полностью одобряет, все руки подняты за ни одного воздержавшегося, а отец таким принимает решение не крестить этого человека. И было по-другому. Когда церковно-приходской совет, мнения разделялись, а батюшка принимал решение крестить. Поэтому, что касается вот этих вот, Валерия, Андрея, я видела, я не была на собрании позапрошлом, но я видела это собрание, посмотрела, и он здесь нам всем ясно сказал, что он с ними беседует, проводит беседы, и что он принимает вот это вот решение. Поэтому, как бы, что мы здесь воду толчем, мы, по-моему, ничего не изменим, Игорь. Да? Ты ко мне обратилась. Разрешите? Я вчера звонил Игнатихничаю. Я вчера батюшке это сказал. Батюшка делает прецедент. Знаешь, что такое прецедент? Впервые в нашей общине, впервые на арене, у нас еще ни разу этого не было, я позвонил Игнатихну, что он сказал? Подожди, так это впервые, он так никогда не делал. Я говорю, я сам не понимаю, что делается. Он говорит, ну, все понятно. Все, то есть еще будет разговор у батюшки с Игнатихничаем, там, когда он сейчас приедет. Он просто никто этого не знал. Я такой, переносчик этой. Зараза или как хотите, чего там. И я ему сейчас сказал, батюшка, такого не было никогда, что люди, которые прямо здесь находятся, вот в Барнауле, бери их, и едь к ним, смотри, поручители и так далее. Чтобы они... А мы не хотим. Как вы не хотим? Ну, не хочешь, идите вон, вы ходите же туда, и ходите туда. А вот мы хотим только креститься, а вот сюда не хотим. А к батюшке ходим. И батюшка их принимает, там, лелеет и так далее. И такой, я что захочу тут сделаю. Я говорю, батюшка, вы делаете, когда там из Ульяновска приезжает кто-то, из Москвы, из Вашингтона. Вы делаете, потому что, понятно, люди хорошо известны по скайпу Игнату Тихоновичу, они там общаются. И они на занятия выходят. Почти все всегда выходят на занятия. Мы их знаем нормально. Вот Валентина Сартисон, она сколько по занятиям и приезжала, и племянниц привезла, покрестили их. Ну, толку никакого нет от племянницы. Но мы знаем, что она там, и она будет им капать, Словом Божьим, на их жизнь. И что-то может быть будет. Только поэтому крестили их. А эти люди, они здесь прям, бери и работай с ними. Я так и пошел этим путем. Я что нового-то сделал, я не могу понять никак. Я сказал Игнату Тихоновичу, меня что, будет сейчас община меня судить за то, что я иду, как написано в ваших книгах, что ли, я что-то понять никак не могу. Не было бы сейчас Игната Тихоновича, точно бы этот суд состоялся. Игорь, да никак. Да вон написано все. Бери просто там заявление о крещении, и там дальше, в общем на вступление, и так далее. Нету другого заявления. Все правильно, брат. Все правильно. И там дальше два поручителя. Что я нового говорю, я ничего не понимаю. И вдруг батюшка вот так как-то все, вот так выворачиваете. Я говорю, батюшка, я не понимаю, вы за кого, за меня или за Медведя? Давай не будем повторяться. Все понятно. И будем молиться, чтобы, как бы, все, подожди, тебе вообще не надо ничего говорить, только слушай. Понимаешь? Ты на ступени социального развития. Молчать и слушать. Не надо ничего говорить. Батюшка, адвокатша. Игорь, мы тебя нисколько не судим. Я думаю, никто не судил. Я думаю, что нам всем нужно быть единомысленно и единодушными и сказать, люди идут в падение, конкретно. Они не хотят знать, что такое община. Он не хочет дисциплины. Он сказал, мне не подходит ваша церковная дисциплина. Смысл нахождения здесь. Он только на батюшку смотрит. Сейчас вот все вышли, он стоит один, вот так вот. И батюшка в алтаре. И он стоит вот так вот смотрит. Все уже выходят. Он стоит вот так вот туда смотрит. Он все, у него только одно. Батюшка, 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 все. Фетиш этот. Что скажет батюшка? А Сергей показывает со мной, говорит, так вы сектанты, вы пытаетесь переломить меня? Я ему говорю, я, мы говорим тебе, что написано у нас, в книге прям написано. Он взял такой, ну у меня эта книга есть. Я говорю, так ты что ее не читаешь-то? Дали ему к истинному православию. И он не читает эту книгу. Ему не нужна она совершенно. Потому что он там ничего не вычитает. А Слово Божие, ну да, вы меня конечно сейчас можете там заткнуть и так далее, потому что вы лучше у меня Слово Божие знаете. Брат правильно замечает. Но если мы лучше тебя знаем Слово, тогда молчи и слушай. И исполняй. И все. А он тут же говорит, вы знаете, а потом, но вы как сектанты действуете. Вы хотите меня задавить своим авторитетом. Так ты же к нам сюда пришел. А я пришел не к тебе, а к батюшке. Хоп, закрылся. Вот это. Змея укусила себя за хвост. Называется замкнутый круг. Понятно? Брат, спаси Христос. Я впервые в такое попадаю положение. Спасибо, Христос. Ирина Тихонович, меня, в общем, пожалел. Ты же поедешь по терябку, я думаю, твой голос будет иметь вес. Ну конечно поеду. Если они там будут, но я думаю, он не придет туда просто. Он не пойдет туда. У него однозначно смирения нет. Он не пойдет, а если он пойдет, он степис с полуоборота. Спаси Христос, брат, за твое неравнодушие к душам этих людей, которые пытаются принять это хрешение. Я согласна с Игорем. Кто не согласен, это среди нас. Я тоже. Я полагаю, что все согласны. Только батюшка. Вот стоите все, больше ничего. Братья и сестры, просто у нас есть время помолиться, чтобы Господь эту ситуацию сделал такой, какая она должна быть как общему благу. Батюшке в первую очередь. Да. В первую очередь батюшке и во вторую очередь этим крещаемым. И помните еще, когда апостол Петр во сне Папе Льву явился, еще это 10 век, еще они были католики, были еще, не было католиков, все православные тогда были в Риме. И он ему явился и говорит, доколе вы сюда к вратам Царствия Божьего будете присылать эти засушенные бурдюки. Помните? Пустые. И он говорит, пустые, да. Пустые бурдюки. То есть, как бы, отпеваете людей, как в Царство Небесное, они подлетают, как бы, ну, образно говорю, а апостол Петр вратарь в Царство Небесное, он стоит и не пускает их, смотрит, ну да, вроде как оболочка есть, а содержания-то нету никакого. и зачем это? И он говорит, ты ответишь за всех них, он сказал, это, апостол Петр, за все ты будешь не найти ответственность, за всех епископов, которых ты рукоположил, неправильно, за всех священников, которых рукоположил, не исследовав, какая у них вера, уж тем более, священник будет нести за своих посомок, тем более, они не собираются быть, его, я спрашиваю, отец ваш духовный будет, отец Яким, вы как к нему будете ездить-то? Так, туда будете ходить, а к нему будете потерять, куда-то сюда приходить, причащаться? Пссс, у меня мозг разрывается вообще, это что такое? Это впервые такое. Что, было такое хоть раз? Не было. Они будут, они ездить. Да, о чем речь-то идет, они не будут верующими, во-первых. Так, ну, одним словом, батюшка наш дорогой, всем близок и дорог, безмерно, поэтому будем молиться. Призываю, призываю на молитву, всех, и всех, кто отсутствует, тоже нужно передать нашу общую требу, нашу общую требу. Дело все в том, что я вот такой... Что касается, брат, сегодня упомянул о том, что вот, Игнат Тихонович там показывает ролики, там вот, шкурят они бревна и все прочее. Зачем, да? Зачем? А если поразмыслить, то есть зачем. Потому что все, что делается вот здесь, это тоже литургия. Что такое литургия? Это общее дело, которое нас сплачивает, сплачивает. И сплачивает нас вокруг Христа, вокруг Евангелия. И все, которые там участвуют в этом акте обдирания дерева, коры от дерева, они тоже там связаны этим же. Вокруг Христа и вокруг Евангелия. И это продолжение. Здесь мы это делали тоже. Сколько дел мы сделали здесь? Для храма и вокруг храма. В лагерь тоже. В лагерь. Хоть лагерь там, а тут сколько дел делалось. Это вот как раз и есть литургия, еще может быть больше, имеющая большее значение, чем то, что происходит там. Но я не исключаю, естественно, причастие, которое совершается для верующих, для верных. Но это самое важное таинство крещения. Как к нему можно спустя рукава подходить вот так, что а вдруг там? Да это никак. Поэтому так все расписано. Целая книга посвящена этому. Все уставы есть. Я говорю, так вы еще в письменном виде будете писать веру во Христа вашу, в Троицу Святую. Мы шесть лет уже ходим в храм. Чего ты ко мне лезешь? Ну, что писать, да. Я говорю, знаете, сколько хитрецов у нас было? Когда я крестился, извините, в 96-м году. Вот так, ну, там стол и мы пишем диктанту. И тут парень сидит в кепочке, такая борода только начавшаяся у него. Но я откуда знаю, там 100 лет человек приехал. Сижу, пишу, о вашей любви к Троице. Я пишу, он такой раз заглянет, раз заглянул, я вспомнил школу вдруг. Я ему говорю, а что ты? Покажи, что ты там пишешь. Я говорю, подожди, так это же личное все. И тут раз-раз начали выяснять вдруг все это. Я уже тогда еще на заре ничего не знал. Уже катализатором явился разоблачение шарлатана. Парень приехал, просто увидел объявление у нас на столбах, где мы развешивали до 10-го года. Сейчас уже не развешиваем, не клеим, потому что арестуют. и прочитал куда все, и ничего никому не позвонил, приехал, вообще незнакомый никому. Просто покреститься решил. Начали спрашивать, ну никакой вообще, ни Евангелия, ни Библии, ничего. А тут в общей массе там 50 человек было, готовилось к крещению. Ну, около 40 крестилось. Хочу обратиться к деткам вашим. Я хочу вам сказать, дорогие имени, что нужно беречь то, что имеете. Вот и на фобу еще сюда спросить. Родителей своих, которые желают вам не только этих вот благ, которые в этой жизни можно иметь. Изо всех сил стараются вас одеть, обуть, накормить, приласкать, обнять. хворающих над вашей постелью, проявляющей слезы и молитвы. Когда их не станет, тогда будет поздно. Когда они вас призывают на молитву в храм, ну, сделайте это. Хотя бы из любви к ним. А потом, может, Господь вам дарует и любовь большую. я потерял свою мать, когда уже мне было достаточно, в достаточном возрасте. И когда я прихожу на могилу к ней, то плачу. Плачу, потому что обижал ее. Обижал. А уже теперь поздно. Берегите то, что имеете. Помолитесь о моем сыне, о дочери, о дочери. Виктор Азович, можно еще к детям тоже? Я хотел сказать, у нас, когда было образование наше, то нас готовили без дураков, как называется. Ну, русское такое выражение. Ну, поняли, что такое без дураков? То есть, знаешь или не знаешь, и все. И нам действительно там ставили двойки. И у нас были двоечники, но я сейчас смотрю со стороны уже высоты своего прожитых годов и думаю, а двоечники у нас не такие дураки были. Во-первых, все двоечники были очень физически развитые у нас. Хорошо пели, допустим. В таких вопросах там рисование было и так далее. Математика в основном, русский язык, ну, как, не сказать, что он писал хуже, чем сейчас пишут, там вот в постах или где, я смотрю там в отзывах, ну, вообще безграмотные напротив. Они лучше их писали, это точно. И вот это, не было у нас тестового такого образования. допустим, кто победил там, какой командующий был, когда победили французов. И там начинают. Там Барклай, Де Толи, потом там Жуков, там еще какой-то, Галиматья какая-то вот идет и все. И детям забивают просто мозги этой гадостью всей. Я хотел сказать вам, что дорогие наши вот дети, сейчас ваше образование вот для меня совершенно никчемное, считаю, вот этими тестами. Вы должны точно знать, о чем идет речь. Это вас сильно расхолаживает, выхолачивает истинные знания, нужные, причем знания, чтобы они были связаны еще с сердцем. Видите, у нас патриотами воспитывали в свое время. У нас любое знание, география, там история, даже математика, все было связано с любовью к своей социалистической родине. У нас сейчас этого, у вас сейчас этого нету. Вот совершенно. А мы здесь говорим, о любви ко Христу. Вы не можете сказать, когда вам скажут, как ты любишь Святую Троицу, или что сделал для тебя Господь Иисус Христос. А. То, что ты стал много есть конфет. Б. Держи карман шире, понимаешь? Ты должен точно сказать, почему Христос для тебя любимый. А не эти А, Б, там вспоминать. Поэтому учите без дураков, вот без этих А, Б. Знаешь и все. В каком году была война? В таком-то году была война. Почему Христос? Потому что пролил за меня свою причистую кровь. За меня. Я грешник поганый. Я должен быть мертвым. Потому что я преступник на кресте. И он за меня взошел. Почему? Потому что он тебя любит. Вот как нужно знать Христа. И тогда на могиле матери будете плакать, или вспоминая о ней, будете плакать. Как вот Виктор Андреевич сейчас свои уже года, сколько лет уж мать умерла. И вспоминает, чего ему не хватает. Спасибо, Христос. Слава Христу. Ну, в продолжение сегодняшнего дня, как обычно, песнопения, трапеза и духовная трапеза. Занятия. Спасибо, Христос. Достойно есть я, кого истину, блажить, Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Иерогим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изречено Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Егова. Дух Святой дано ставит нас не признавать никаких иных богов вопия. А, Слава Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну что, наконец-то мы с музыкантом рядом попоем.